Представьте, что было бы, если бы вы ничего не боялись. Абсолютно ничего. Людей, зверей, банкротства. Вообще ничего. Вы понимаете, что это значит? Представьте, как бы изменилась ваша жизнь. Когда страх уходит, в жизни исчезают границы. Я ничего не боюсь. И я должен быть уже мертв. Меня сбил разъяренный буйвол. Я встал, догнал его и убил. Я ножом убил бурого медведя. Я неуязвим. Я верю в это всем сердцем. Меня нельзя убить, черт возьми. Люди, о которых я говорил, Эндрю Карнеги, Генри Форд, Рокфеллер, Стив Джобс, все они сильны. А сейчас люди мягкотелые. В 1986 году давление рукопожатия среднестатистического мужчины было 53 килограмма. В 2016 году 43 килограмма. Уровень тестостерона у мужчин снижается. Сейчас уровень тестостерона составляет 60-70% от того, что было 50 лет назад. Мы вымираем. Сейчас люди боятся всего на свете. Все боятся чертовой смерти, того, что может произойти. Да, когда страшно, нелегко принять сложное решение. Это сложно. Но когда очень страшно, вас спасет только действие. Незамедлительное действие. Главная особенность высокоэффективных людей в том, что они верят в невозможное. Я всегда говорю, вы никогда не прыгнете выше своей самой высокой и безумной планки. Если вы хотите стать миллионером, то никогда не заработаете 10 миллионов. Если вы хотите заработать 10 миллионов, вы никогда не заработаете 100 миллионов. Если вы хотите заработать 100 миллионов, вы никогда не станете миллиардером. На самом деле, ваше подсознание не знает, что вы чего-то не можете. Но вы упорно ему об этом напоминаете. Если вы берете цель в 100 миллионов, то замедляетесь на 75, 79, 82, 89, 91, а на 96 вы заснули. Так что повышайте планку, чтобы не жалеть старости. За всю свою жизнь я жалел о трех вещах. Первое. Я тренированный и обученный офицер, который никогда не был в бою. Второе. Накануне того, как умерла моя мать, я сказал ей, «Черт тебя побери, ты не можешь умереть, прекрати придуриваться». Утром она умерла. И третье. Я не ставил себе достаточно высокую планку. А какая планка у ваших друзей? Я всегда говорю, «Покажи мне свое окружение, и я покажу тебе твое будущее». Верно? Тусуешься в баре непонятно с кем, напиваешься непонятно с кем. Так вот те, с кем ты ходишь в бар, это твое окружение. В основном оно негативное. Найдутся пару человек, которые постоянно жалуются. Вы упорно доказываете себе, что не заслуживаете быть фантастически богатым. И так изо дня в день. Это лживые представления, которые кажутся правдой. И вся эта серая масса из твоего окружения тянет тебя на дно. Сейчас такое время, когда в школах и институтах учат неправде, учат полной ерунде. А того, кто говорит правду, называют глупым и сумасшедшим. Джон Леннон сказал, «Честность не принесет вам много друзей, но те, что появятся, будут настоящими». С этого момента я хочу, чтобы вы тщательно отбирали тех, с кем общаетесь. Нахрен всех нытиков, которые тянут вас на дно. Уоррен Баффетт в одном своем послании писал, «Вы будете страдать и дальше, если продолжите эмоционально реагировать на все, что о вас говорят». Проявить истинную силу — это успокоиться и сохранять самообладание. Сила в непоколебимости и самообладании — в этом истинная сила. А если слова управляют вами, то вами может управлять кто угодно. Будьте непоколебимы. В мое время говорили так. Меня можно покалечить палкой и камнями, но слова меня не заденут. А сейчас все наоборот. Сейчас создается целая организация, специализация которых — это защита подростков от травли в интернете. Если жизнь становится слишком сложной, можно записаться к ним на консультацию. И если вашему ребенку нужна такая помощь, нужна защита от обидных слов, то вы просто ужасный родитель. Большинству из вас не все равно, что говорят о вас другие, верно? Да, большинству людей не все равно, что они думают. Но если вы сможете уменьшить этот эмоциональный багаж хотя бы на чуть-чуть, то вы даже не представляете, насколько вы станете свободнее и как много сможете достичь в жизни. Также у многих людей просто отвратительные привычки. Я поделюсь с вами некоторыми моими полезными привычками. Я всегда получаю однозначные ответы. Если кто-то уходит от прямого ответа или несет чушь, я скажу ему об этом открыто. Еще я пользуюсь правилом заката от Сэма Уолтона. Это значит, что перед уходом из офиса я должен ответить на все запросы, которые мне поступили сзади. В конце каждого дня мой рабочий стол должен быть пуст. Многие не умеют эффективно распределять время. Я использую систему отчетности, которой пользовался, будучи юным офицером в НАТО. Все очень просто. Проанализируй цели, которые нужно было достичь на прошлой неделе. Затем посмотри, чего ты достиг. И когда ты смотришь, чего достиг на прошлой неделе, и твои достижения не соответствуют запланированным целям, значит, ты просрал прошлую неделю. Если ты сказал, что сделаешь что-то в понедельник, и потом в понедельник это не делаешь, то ты не только не сделал ничего в понедельник, ты ничего не делал всю неделю. Иногда появляются препятствия, ограничители скорости, я так их называю. Например, ты сломал ногу, такое случается. Но для меня это не помеха. Я в инвалидном кресле пришел на запланированную встречу, а за три дня до этого я чуть не умер. Это ответственность. Сейчас дети не запрограммированы на успех, а когда-то были дети, которые были запрограммированы. Это маленький Тайгер Вудс в возрасте трех лет показывает, как бить по мячу клюшкой. Сестры Уильямс были с детства запрограммированы на успех. Я был запрограммированным на успех. А что вы сделали для того, чтобы запрограммировать детей на успех? Когда я рос, у моего отца была только одна цель – дать мне дожить до осознанного возраста. Моя мать пыталась всю жизнь сделать из меня того, кем не была сама. Вы можете сказать то же самое о себе, о своих родителях, о своих детях. Нет? Поэтому я здесь. Мои слова – это не случайность для вас. Я всем сердцем верю в то, что вы можете чего-то достичь. Я верю, что вы не случайно здесь оказались. Вы не случайно услышали мое послание. Мы все оказались здесь, чтобы быть теми, кем можем быть. Так что вперед, к успеху! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!